Утром 21 июня Центральная избирательная комиссия Армении огласила предварительные результаты досрочных парламентских выборов, согласно которому партия «Гражданский договор» получила 53,92% голосов, 72 мандата, блок «Аэстан» 21,04%, 27 мандата, а блок «Честь имею» 5,23%. Партии «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» не набрали достаточно голосов, чтобы попасть в национальное собрание. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян отреагировал на предварительный данный ЦИК и написал на своей странице в Facebook. Таким образом, партия «Гражданский договор» во вновь избранном парламенте будет иметь конституционное большинство и сформирует правительство. Блок «Жаэстан» в свою очередь распространил заявление, в котором отметил, что результаты внеочередных парламентских выборов крайне спорные и не внушают доверия. Пока все проблемные вопросы не получат исчерпывающих разъяснений, сомнения не будут развеяны. Блок «Аэстан» не примет результаты выборов, говорится в заявлении. В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении 13 шерягских военнопленных. Как сообщают азербайджанские СМИ, судебный процесс состоится под председательством судей Фаи Гаганеева. Будут уточняться анкетные данные обвиняемых. Отметим, что военнопленные обвиняются в терроризме, саботаже и других преступлениях. Жайхун Байрамов заявил, что некоторые положения трехсторонних заявлений по Карабаху реализуются, а выполнение некоторых затягивается. Я проинформировал своего казахстанского коллегу о необходимости возвращения на свои земли 100 тысяч вынужденных переселенцев. Мы также обсудили потенциальное сотрудничество в этом направлении, сообщил азербайджанский министр. Отметим, что это Баку не выполняет положение трехсторонних заявлений и не возвращает пленных армян, используя их как орудие шантажа и вымогательства. Табилиси готов работать в трехстороннем формате Грузии, Азербайджан, Армении для реализации геополитически важных проектов. Как пишет Грузия онлайн, об этом заявил вице-премьер, глава внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани. Министр подчеркнул, что усиление такого сотрудничества – безусловно, приоритет страны. Он также отметил важность реализации конкретных проектов, которые будут способствовать расширению экономического сотрудничества, транспортных связей с точки зрения использования потенциала Каспийского и Черного морей. Баку и Анкара оценивают возможности организации в Азербайджане совместного производства продукции оборонной промышленности. Как передают азербайджанские СМИ, об этом заявил министр оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. По его словам, в производстве ударных беспилотников Турция и Азербайджан будут стремиться дополнять и укреплять друг друга. В Иране единственная атомная электространция в Бушере приостановила работу из-за внештатной ситуации. Как передает русская служба ДВ, представитель государственной электрокомпании Таванир сообщил, что приостановка работы атомки началась 19 июня и продлится от 3 до 4 дней. 21 июня Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердил четвертый пакет индивидуальных санкций в отношении белорусских властей. В список включены 86 физических и юридических лиц. Дальнейшее обсуждение экономических санкций состоится на саммите глав государств ЕС 24-25 июня, а после него их утвердят. Как передает US News, об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.